Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городу, по моему Петербургу. Вот забрел я на улицу Гагаринскую. Гагаринская, дом 3. Итак, здесь находится особняк графа Кушелева-Безбородько. Или Кушелева, но, наверное, все-таки Кушелева-Безбородько. Архитектор Бассе Шмидт. Стиль не о Ренессансе, как написано в Википедии и на сайте CityWalls. Итак, в середине 18 века участок, на котором находится малый мраморный дворец, а так он называется, был занят прачеченными императорского двора и домами дворцового служителя. В 1774-1775 годах на угловом участке генерал Миллер Закамельский Иван Иванович, генерал артиллерии, генерал Аншеф, такое было звание. А генерал Аншеф в эциклопедии, это генеральское звание 18 веке в России по воинскому уставу, главнокомандующий, равный фельдмаршалу, возглавлявший генералов. На практике это полный генерал, который стоит рангом ниже фельдмаршала. Вот и такая маленькая справочка, что такое генерал Аншеф. Так вот, на этом угловом участке генерал Аншеф Миллер Закамельский построил каменный дом, это было в царственной Екатерины, а затем купил соседний участок. В 1857-1862 годах архитектор Шмидт перестроил и расшил его. Он оформил главный фасад в стиле итальянского ренессанса. Первый этаж был обработан гранитным рустом. Фасад целиком облицован русский альским мрамором. А что это такое русский альский мрамор? А мрамор это брали в каменоломнях недалеко от поселка Русского, в 30 километрах к северу от города, Сартовало. Там до сих пор остались каменоломни, которые затопили водой, и, к сожалению, их откачать нельзя. Я тоже нашел, наверное, найти эту информацию. В 1770-х годах территория эта принадлежала князю Трубецкову. В 18 веке купцом образцовым здесь был построен двухэтажный каменный дом. Ну, это достаточно интересная история этого участка, на котором стоит малый мраморный дворец. На месте дома номер 3, как написано, в 1820-1830 годах находилось русское посольство. В 1830-1840 годах участок с домом перешел к графу Александру Григорьевичу Кушелеву-Безбородько, а в 1855 году его сыну Николаю Александровичу, штаб-ротмистру Кавалерградского полка, известному коллекционеру предметов искусства. Ну, вот немножко о Кушелеве-Безбородько. Николай Александрович родился в 1834 году, умер в 1862 году, еще недолго прожил, 27 лет, и умер в городе Ницца. Сын члена Академии наук, государственного контролера, сенатора, графа Александра Григорьевича Кушелева-Безбородько, от брака с княжной Александрой Николаевной Репниной-Волконс. Кстати, выпускник Пашского корпуса, откуда из камер пажей, произведен корнетом, кавалергардский полк, служил адъютантом начальника штаба, поручик, по окончании Крымской войны вышел в отставку. И, в общем, занимался действительно проекционированием живописи, был известным библиофилом, путешествовал по Европе, осмотрел очень много выставков, и начал немножко-немножко собирать картины. Кстати, это он открыл для любителей живописи, художников Барбизонской школы. Это Руссо, Тюпре, Диас, Милет, Интересный художник, я, конечно, тоже об этом, честно говоря, не знал, но посмотрел, очень даже интересно. Будучи одним из богатейших людей Петербурга, он капитально перестроился в дом на Гагаринской улице, и, в общем, этот особняк начал называться Малым мраморным дворцом. Женился на известной красавице, вдове Елизавете Ивановне, Шупинской, дочке золотопромышленника Базильевского. К сожалению, не повезло им с детьми, их единственный сын умер в 10-месячном возрасте. Вскоре после свадьбы Кушелев был отправлен врачами за границу. Понимая, что дни сочтены, он хотел оставить все свои состояния по жизненному владению жене, но все его имения были родовыми, и он не имел права делать на него завещание. Но, правда, передать смертью он съездил в везнице в Париж, где просил графа Киселева выпросить у государя разрешение передать все жене. После чего Кушелев вернулся в Ниццу, покойно умер 11 апреля 1862 года. Похоронен в церкви Святого Духа Александра Невской Лавры. Статс-секретарь Половцев говорила, он был поистине редких достоин человек, редко можно увидеть столько правды и жизни, всякое отсутствие лжи, фразерства, дело и слово для него было дождественным. Брат и сестра Кушелева хотели судебно в порядке лишить наследства вдову, ей пришлось искать поддержку святейшего князя Суворова, и решение было принято в ее пользу. В результате в 1764 году Кушелева ушла замуж за сына Суворова, князя Аркадия. Ну и, конечно, Суворова-то решила в ее пользу. Кстати, часть картинной галереи Кушелева по завещанию была передана в Музее Академии Художеств и составила там особую Кушелевскую галерею. Более 500 картин и скульптур. Потом в 1923 годах часть была передана в Государственный Эрмитаж, а уже из Эрмитажа в Музей Изобразительных Искусств Пушкина. Вот что касается владельца Кушелева-Безбородька Николая Александровича. Продолжаем по дому. Надо сказать, что 18 октября 1873 года дом был куплен для великого князя Николая Константиновича и для старших сына великого князя Константина Николаевича. Ну и с той поры особняк стали называть Малым Мраморным дворцом. Николай Константинович считался одним из самых красивых русских великих князей. И вот писатель Григорович вспоминал, что когда он был юношей и жил в Мраморовом дворце, к нему водили девок по целым десяткам. Действительно, я так и читал про Николая Константиновича, был очень прогрессивный человек. Ну и мило знакомство с ним и известная авантюристка того времени Фанни Лир. Вот так как она описывала Мраморный дворец. По широкой лестнице розового мрамора с великолепными вазами и бронзовыми фигурами мы поднялись во внутренние апартаменты, состоявшие из ряда комнат, одна лучше другой. Тут я увидел огромную базовую залу, белую с позолотой в стиле эпохи Возрождения, великолепный салон во вкусе Людовика XIV и другую гостиную, украшенную выцветшими габелинами Людовика XV. Курительную комнату британского стиля, будуар, обтянутый розовым шелком с кружевами, туалетный кабинет с превосходной мраморной ванной, большую столовую, обтянутую кордовской кожей, залу елизаветинского стиля, ее кабинет, был заброшенный домашнюю церковь и запущенный сад. Всюду драгоценные вещи, фарфор, картины, ковры. Я обомлела от изумления при виде этого великолепия. Ни один дворец не мог бы поспорить в красоте с этим. Так писала подруга Николая Константиновича, авантюристка того времени Фанни Лир. Кстати, дворец стал одним из центров ночной жизни Петербурга. Здесь гремели баллы, устраивались невероятные празднества и фейерверки. И вы в особняке регулярно принимали сотни гостей. Но случился какой-то кошмар для, в общем, для всей царской семьи. Альсана Осина, мама Николая Константиновича, обнаружила пропажу трех бриллиантов с оклада одной из икон, которой император Николай I благословил ее брак. Великий князь Константин Николаевич вызвал полицию. И вскоре бриллианты были найдены в одном из ломбардов Санкт-Петербурга. Поиски привели к человеку, отнесшего бриллианты в ломбард. Это адюдант великого князя Вархановского. В допросе он категорически отрицал причастность к краже. Говорил, что лишь отнес ломбард камни, которые были переданы ему великим князем Николаем Константиновичем. Это, конечно, была бомба. В царской семье был обнаружен вор. Дело передали шефу корпуса жандармам графу Шувалову, который допрашивал в мраморном дворце арестованного Николая Константиновича. И вот как он пишет. Никакого раскаяния, никакого сознания, кроме когда уже отрицание невозможно. И то пришлось вытаскивать жилу за жилой, ожесточение и ни одной слезы. Клинали всем, что у него осталось святым. Облегчить предстоящую участь чисто чердечным раскаянием и сознанием. Ничего не помогло. В конечном итоге пришло вывод, что бриллианты были похищены. Но надо было как-то обставить. И поэтому на общем собрании членов монаршей семьи после долгих дебатов предлагалось отдать его в солдаты, передать публичному суду, сослать на каторгу. Так вот, было принято решение, которое бы наносило минимальный вред престижу царской семьи. И решение было простое. Признать Николая душевно больным. А затем по указу императора он навсегда выслать из столицы империи. Вместе с ним была выдворена и Фанни Лир. Кстати, симпатичная женщина. Я посмотрела на фотографии. Очень такая, действительно такая. Так вот, Николая Константиновича была объявлена фактически два приговора. Первый для публики, ну и второй семейный. После гибели Александра Второго маломраморный дворец было решено передать барганатической супруге погибшей императора княгине Екатерине Михайловне Долгорукой Юрьевской. Александр Третий исполнил волю отца. Купил для нее особняк за 600 тысяч рублей. Привличная сумма. Ну и для того, чтобы как бы понимать, что такое 600 тысяч рублей, можно привести такой пример, что самое дешевое разливное пиво дешевых сортов, светлое, венское, стоило от 6 до 10 копеек за литр. Бутылочное пиво стоило дороже, где-то 20 копеек за бутылку. Это что касается пива. Бутылка водки 0,6 литра в начале 20 века стоила 40 копеек. Это в трактире, конечно. Ну что-то я все про пиво и про водку. Но то, что мне попалось просто в интернете, поэтому я и читаю. Небольшая квартирка, в общем, с такой спокойной обстановкой, на окраине стояла 5-7 рублей. В центре Москвы шикарная многокомнатная квартира с обстановкой ремонта обходилась 100-150 рублей в месяц. Вот такие цены были. Поэтому 600 тысяч рублей цена достаточно приличная. Кстати, ранее эту же сумму за Малый Мраморный дворец предлагало французское посольство. Книгиня Юрьевская с детьми переехал в Малый Мраморный дворец в 1881 году. Перестроек не устраивало? Ну, практически ничего не перестраивало. В Фиминской галерее разместилась церковь с иконостасом, воспроизводящим походный иконостас Александра Второго. На втором этаже Мраморного дворца княгиня устроила открытый для широкой публики музей памяти Александра Второго. Там крайне есть личные вещи погибшего императора, связанные с его жизнью, картины, фотографии, иконы. На парадной лестнице стояло чучело медведя с надписью «Лисина». Убит его императорским величеством близ Лисинского учебного лесничества 22 января 1975 года. В 1913 году княгиня Юрьевская навсегда уехала из России. Находясь за границей, она продала Малый Мраморный дворец дочери Каммерюнкера высочайшего двора фамилию Леонард. За миллион двести рублей наличными со всей обстановкой, кроме предметов, связанных с памятью императора Александра Второго. Все предметы она вывезла в Париж, а затем в Ниццу. Ну вот такая история дома, немножко как мало времени, чтобы рассказывать. В 1930-х годах Малый Мраморный дворец был занят научно-исследовательским институтом охраны труда. В это время пристройки, где размещался зимний сад и Пименская галереи, были надстроены до трех этажей. А в 1970-м году Малый Мраморный дворец был взят под охрану как памятник архитектуры. Потом там располагался Европейский университет, который благополучно тоже его оттуда изгнали. Ну вот, собственно говоря, и все, что я вам хотел рассказать. Здесь был научно-исследовательский институт охраны труда, Всесоюзный научно-исследовательский Центр Совета РПССР, ну и так далее. В результате вот такое здание, действительно красивое здание, на которое приятно посмотреть. Я думаю, что если бы его отдали в хорошие руки, то это было еще бы красивее. К сожалению, мне не удалось туда войти, мне просто не было времени. Наверное, можно как-то войти в какую-то экскурсию, попросить, чтобы посмотреть. Я просто использовал фотографии внутренней обстановки этого дворца, сайта CityWalls, информации, которой я пользуюсь. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Вот такой Малый Мраморный дворец, Гагаринская, дом 3. Мой маленький городок, Санкт-Тербург. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok